Музыка Я не полем, не лесом хожу, я иду по аптеке, не спеша разбираясь в ее травяной картотеке. Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня мы поговорим о полыне. Полынь. Многолетнее травянистое растение семейства сложноцветных. С толстым корнем, стебли прямые. Листья переста раздельные, рассеченные. Цветки мелкие, желтые, иногда красноватые. Плод мелкие семянки. Встречается почти во всех областях России. Растет среди кустарников по оврагам, берегам рек, в огородах и садах. Аноцидный гастрит, хронический холецистит, колит, болезненные месячные, противопаразитарное средство хорошее. Все это лечит полынь. Многолетнее растение очень распространено по всей средней полосе России. Растет она на пустырях, на лесных опушках, на вырубках лесных и в полях. На огородах она растет как сырняк. Но тем не менее, полынь используется как лекарственное растение еще в древней китайской медицине, в восточной медицине. И в народной медицине широко используется. Полынь, как ядовитое растение, используется в сборах паразитарных, противопаразитов. И полынь поедают также медведи. Медведи поедают осенью, поедают ядовитое растение, пижбу, полынь, розмарин и другие ядовитое растение, чтобы очиститься от паразитов. Это прежде всего противопаразитарное растение. Мы используем его. Но полынь используется и широко в лечебных целях. Полынь лучше собирать во время цветения. Цветет она во второй половине лета. Собираем мы молодые соцветия ее. Грубые стебли не собираем, потому что они не имеют лекарственной ценности. Сушится она, как обычно. Вот, собрали и пойдем сушить. Собирать в сухую погоду в первой половине дня до 16 часов. Срезать во время цветения верхушки растения с листьями и цветами. Грубые стебли оставить. Сбором сырья можно заниматься с июля по август. Итак, мы собрали полынь и приступаем к ее заготовке. Прог. Полынь – очень распространенное растение. Растет при дорогах, возле домов и растет на участках. Полынь обладает многими целебными свойствами, поэтому она используется и в народной медицине, и в медицине научной. Из полыни готовят настойку полыни. Капли, которые используют при желудочно-кишечных заболеваниях, при панкреатите. И полынь еще используется широко в научной и народной медицине как глистогонная. Она уничтожает круглых листов. Это острицы, аскориды, власоглав. Потому что полынь – очень сильный антисептик. Содержит сильнейшие фитонциды. У нее крепкие такие стебли. Она трудно режется. Поэтому полынь собирать лучше цветочные верхушки, где стебельки менее плотные и менее жесткие. Цветы собирают вместе с листьями. Но полынь – хороший спазмолитик. Она используется при эпилепсии, при судорогах. Она хорошее кровоостанавливающее средство и более утоляющее. Поэтому полынь широко используется в гинекологической практике при обильных болезненных месячных. Снимает хорошо боли и уменьшает кровотечение. Полынь используется также при геморрое, потому что обладает хорошим кровоостанавливающим действием. Полынь применяется и при гипооцидных гастритах, потому что стимулирует выделение пищеварительных соков. В том числе и сок поджелудочной железы. Она мощное желчегонное действие, поэтому применяется при холециститах. Полынь применяется в мочи половых и при заболеваниях мочеводящих путей. Снимает хорошо спазмы, утоляет боли и обладает мощным дезинфицирующим противовоспалительным действием. Полынь настолько сильное растение, что если растет полынь, то она своим ореолом, окружением подавляет все окружающие вокруг нее растения. Растения остальные очень плохо растут или совсем не растут. А полынь благоденствует, цветет и растет, роскошествует. Полынь – это растение по знаку скорпион. Поэтому скорпионам полынь особенно показана. Посадите кустик полыни, и вы обеспечите себя от судорог. Особенно у кого хорошо, полынь также снимает и боли при мигрении. Итак, мы полынь порезали. Берем газетку, расстилаем ее тонким слоем на газете. Полынь быстро сохнет. Но тем не менее, мы должны ее ежедневно поворачивать. Смотрите, цветы и листья сохнут равномерно. Сушим ее в темном помещении, хорошо проветриваем. Она быстро сохнет, 4-5 дней, имеет свой такой специфический запах полыни. И храните ее в полотеных или бумажных мешочках, подписав, что это полынь. Хотя по запаху вы не спутайте. И в сухом виде она есть полынь. Ножом измельчить листья вместе с цветами до размера обычных чилинок. Ровным тонким слоем разложить на газете. Сушить без доступа солнца в проветриваемом помещении. Время просушки 4-5 дней. Высушенное сырье хранить в полотняных мешочках. Итак, мы при заготовке полыни порезали ее, отправили сушиться. Но если у нас какие-то проблемы со здоровьем, мы можем приготовить лекарства из свежей травы. Для этого нам потребуется свежая резаная трава, которую мы собрали и изрезали. И кипяток мы ставим, чайник включаем. И пока у нас заваривается, я расскажу, как готовить полынь. Ядовитое растение, поэтому свежую траву мы берем из расчета одну столовую ложку на стакан крутого кипятка. Если это сухая трава, то мы берем одну чайную ложку на стакан кипятка. Берем кружку, пока у нас, и закипит вода. Открываем, берем ложку, и сырья берем не более одной столовой ложки. И спускаем кружку. Пока у нас вода закипела, я скажу, для каких целей мы такую делаем заварку. Здесь мы можем приготовить глистогонное лекарство для изгнания круглых глистов, аскориды и астрицы и власоглав. Особенно астрицы и аскориды. Для этого мы берем стакан. Вода у нас закипела. Наливаем в крутой кипяток стакан. И завариваем нашу полынь. Ставим на 20 минут. Закрываем крышкой. И закрываем полотенцем, чтобы заварка лучше настоялась. Пока у нас идет заварка, я еще вам скажу, при каких болезнях можно использовать настои полыни. Полынь, как хорошее желчегонное средство, используется отвар полыни и ее настои. Используется для повышения аппетита. У кого плохой аппетит, плохо едят, значит, тоже столовую ложку полыни настоя, особенно если это ребенок, даже чайную ложечку для возбуждения аппетита. Взрослым ослабленным больным также рекомендуется полынь для того, чтобы усилить аппетит. Потому что полынь хорошо является хорошим сокогонным средством. Хорошо возбуждает деятельность пищеварительных желез не только желудка, но и поджелудочной железы. Чай заварился. Процеживаем наш чай. Вот чай готов к употреблению. Употреблят такой чай по четверти стакана, три раза в день до еды. Если это как глистогонное средство, то мы можем, взрослый может, по одной трети стакана натощек. Два раза в день, утром и вечером. Если как для повышения аппетита, то по четверти недель, даже по одной пятой стакана для улучшения аппетита и улучшения пищеварения. Для приготовления глистогонного отвара можно использовать и свежую траву. Соотношение – одна столовая ложка на стакан кипятка. Заваривать, как обычный, чай в течение 20 минут. Затем настой процедить через сито, после чего он готов к употреблению. Пить по одной четвертой стакана три раза в день до еды. Кроме медицины, полынь используют для приготовления напитков и добавок к чаю. Некоторые растения очень декоративны и применяются в ландшафтном дизайне. Полынь – широко распространенное травянистое растение. Обладает многими целебными свойствами – инсекцицидными, противопаразитарными. Помните, у вас под ногами ваша личная аптека. Не ленитесь использовать ее во благо себе. С вами была Вера Хрусталева. До свидания, до новых встреч. Увидимся на телеканале «Загородный». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова